Опыт белорусского предприятия по производству пожарной и спецтехники будет полезен российским спасателям. Об этом заявил министр МЧС России во время своего первого визита в Беларусь. Александр Куренков подчеркнул высокую заинтересованность в сотрудничестве двух стран и отметил, что у российского спасательного ведомства есть большие планы, которые будут осуществлять в ближайшее время совместно с МЧС Беларуси. Ведь белорусская промышленность развивается автономно и сегодня страна самообеспечена по многим пунктам. О предварительных итогах двухдневной встречи расскажет Виктория Радевич. Спецборд МЧС России приземлился в национальном аэропорту Минск сегодня утром. Делегацию во главе с министром Александром Куренковым встретил глава МЧС Беларуси Вадим Синявский. Сразу можно отметить, что гости приехали с серьезными намерениями и нацелены на конкретные результаты в сотрудничестве. Акцент в идеологии на промышленную кооперацию и, конечно, обмен опытом. Причем не только в вопросах предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и, прежде всего, в вопросах защиты людей. Российская делегация посетила предприятие по проектированию и производству пожарной спецтехники в Борисове. Разговор шел о новых технологиях, которые внедряют белорусские специалисты в производство. Сотрудники предприятия показали готовую продукцию, которая уже есть на вооружении у белорусских спасателей. Я за этими впечатлениями приехал в Беларусь и я не разочарован. Предприятие Порснаб идет в ногу со временем, а в некоторых направлениях даже опережает. Любопытная технология изготовления лестниц, к примеру. Я получил удовольствие от посещения Порснаба и у нас есть кое-какие планы, которые мы в ближайшее время с министром ЧС Белоруссии будем осуществлять. Сегодня было важно в предприятии Порснаб увидеть уже испытанный образец высокопроходимой, высокотехнологичной техники. Это огромный тягач, который может работать на болотах, может работать в труднопроходимых местностях, который был профинансирован, проектная работа, опытный образец за счет союзного бюджета. И более того, я полагаю, что министры Александр Вячеславович Куренков, Вадим Иванович Куренков обозначат те шаги по упрощению взаимодействия двух ведомств, на плечах которых огромная забота о безопасности людей, о защите их. Продолжилась встреча в Центре безопасности МЧС в Минске, аналогов которому, к слову, нет в других странах СНГ. Сегодняшний визит министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации и всей делегации мы хотели бы поделиться опытом, по-настоящему поделиться опытом в вопросах предупреждения и профилактики гибели людей от различного рода психийных бедствий, катастроф, ну и в первую очередь, конечно же, пожаров. Мы ориентируем российских коллег на нашего белорусского производителя в цели, в том числе, и экспортных поставок нашей оснащенной, подготовленной, я считаю, самой лучшей техники, которой оснащаются наши подразделения, пожарно-аварийно-спасательные службы МЧС. Итог, вот сегодня в ходе общения мы выходим пока на намерение, программу, меморандум, который будет поручен нашим службам отработать для последующего взаимодействия. Напомню, это первый официальный визит министра МЧС России Александра Куренкова в Беларусь. Встреча глав белорусского российского ведомства продлится два дня. Делегация уже посетила мемориальный комплекс Катынь и храм-памятник в честь всех святых столицы. Завтрашний день планируется не менее насыщенным. После возложения венков к монументу Победы гости посетят пожарную часть в Минске, а после обсудят перспективы сотрудничества на площадке белорусского предприятия МАС.